Здравствуйте, я ученица 11-го Б-класса, школа номер 627, Гырка Юля. Мой прадедушка Юльмилов Алексей Степанович родился 2 августа 1909 года в Безинской области в городе Михайлов. Я его никогда не видела, возможно, никогда бы не узнала о его жизни, если бы не моя мама. Как-то раз перед праздником Победы она решила мне показать его награды. В 1935 году в Москве была открыта легендарная сельскохозяйственная выставка. В память об этом событии лучшим работникам были выданы награды. Также мой прадед получил эту награду. Как рассказывала моя мама, в те времена были созданы социалистические соревнования. За особые успехи работники были награждены нагрудными значками. Отличник социалистического соревнования. Мой прадед был сценным и полезным для родин работникам. После призыва в армию Алексей Степанович служил в химических войсках. Но я точно знаю, что он дошел до Берлина и участвовал в битве при Холтенголе. Как и во многих семьях фронтовиков, у нас есть медали памяти о победе над фашизмом, которую ввечались в честь юбилея со дня победы. Победу прадед встретил в звании лейтенанта. Был контужен, но после войны продолжил работу в НИИ нефтяной промышленности, где достиг больших успехов. Будучи начальником лаборатории, описал множество технических разработок, получил 16 авторских свидетельств, был удостоен звания лауреата Сталинской премии, за что и был награжден памятной медалью. Застил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом технических наук. Работа моего прадеда способствовала созданию таких вещей, как искусственный каучук, смазка летательных аппаратов и других прогрессивных изобретений. В вечернее время преподавал в том же институте, в котором и обучался. До 80 лет проводил лекции студентам. За эти заслуги прадед награжден отраслевыми медалями и памятными знаками. Несмотря на послевоенную разруху, Москва быстро поднялась из руин и во всей своей красе и мощи встретила 800-летие. В честь этого события прадед получил памятную медаль. Правительство Советского Союза не забывало о своих героях, и к 25-летию, последующему юбилеем Победы, прадед получал памятные знаки. Медалью в памяти 850-летия Москвы награждались не только участники обороны Москвы, но и те, кто у нее значительный вклад в развитие столиц, такие как мой прадед Алексей Степанович Ермилов. Думаю, что мне когда-нибудь удастся сделать что-нибудь полезное для нашей Родины. Пока мой вклад — это почти отличная учеба, которая, надеюсь, принесет хорошие плоды в будущем. Спасибо за внимание.